На самом деле настоящей, в классическом понимании этого слова, любовницей Рената Мюллер не была. Однако то, что она имела непосредственные контакты и с гитлеровским окружением, и с самим фюрером, неоспоримый факт. Как и то, что именно эта близость привела Ренату к достаточно быстрой и трагической кончине. С детства девушка отличалась классической арийской внешностью и достаточно хорошими актерскими данными, поэтому нет ничего удивительного в том, что бросив школу, Рената Мюллер записалась на курсы актерского мастерства. После окончания Мюллер некоторое время проработала в театре, а затем ее заметили. Вскоре девушка сияла на обложках журналов, а затем засияла и на киноэкранах. Любая картина с Мюллера в главной роли имела успех уже по умолчанию. На пике своей карьеры девушка снималась в среднем в пяти картинах ежегодно. Кстати, известность Рената имела не только в Германии, но и в Европе. Более того, она имела возможность достаточно свободно выезжать за пределы своей страны. Мюллер стала мечтой практически всего мужского населения Германии. Это не могло не произойти. На эффектную актрису обратили внимание и нацисты. И первым это сделал министр пропаганды Йозеф Геббельс. Первоначально Геббельс стал всячески поддерживать Мюллер, продвигать на студиях, рекламировать и восхвалять. Естественно, спустя какое-то время министр пропаганды потребовал рассчитаться за свои услуги, преследуя достаточно прозаичную цель – затащить в постель знаменитую красавицу. Геббельс параллельно решал и вопросы популяризации нацистской идеологии, предложив Мюллер сниматься в картинах с нацистским уклоном. Однако гордая красавица отказала Геббельсу и в постельных утехах, и в съемках в идеологических картинах. Неизвестно, от какого из двух отказов Геббельс разъярился больше, однако карьеру актрисы он сумел обрушить достаточно быстро. Министр пропаганды начал распространять слухи, что супруг Мюллер на самом деле является евреем. По другой версии, у Ренаты Мюллер была любовная интрижка с банкиром Георгом Дойчем. Познакомилась с ним Рената во время одного из своих визитов в Англию, и имея возможность беспрепятственного выезда, она достаточно часто в Англию и летала. И все бы ничего, но Георг Дойч по национальности был чистокровным евреем. Об этой связи Геббельс и узнал. А во времена засилья нацистской пропаганды и сильнейшего антисемитизма в Германии перед Мюллер стали резко закрываться все двери. Более того, благодаря вмешательству Геббельса за Мюллер была установлена круглосуточная слежка. Следили не только за ней, но и за ее близкими, знакомыми и друзьями. Долго такое не мог выдержать ни один человек. В итоге девушка была вынуждена принять условия Геббельса и сняться в нацистской картине «Тоггер». Еще до съемок в картине Геббельс сумел привести Ренату Мюллер на прием, где присутствовал сам Гитлер. Оказывая девушке знаки внимания, Геббельс рассчитывал, что в конце концов неприступная актриса сломается. Однако Рената не только публично высмеяла Геббельса, но и практически довела его до слез. Возможно, от мести всесильного министра ее спасло внимание самого Гитлера, который не мог не заметить эффектную молодую девушку с чистой арийской внешностью, так ухаживания Геббельса плавно перетекли в ухаживание самого фюрера. Рената об одном из своих свиданий с фюрером так рассказывала Адольфу Цайслеру. «Он сидел там совсем не двигаясь, все время смотрел на меня, а потом брал мою руку в свою и смотрел еще немного. Он все время говорил. Просто чепуху». К слову, как оказалось позднее, даже знакомство с фюрером не смогло спасти карьеру актрисы. Далее версии разнятся от самых приземленных до практически невероятных. По мнению одних, Рената после личного знакомства с Гитлером очень быстро оказалась с ним в постели. По другим версиям, в классическом понимании любовных отношений между ними не было никаких. И связано это с ярко выраженной психопатией самого фюрера, которому, по мнению многих известных психиатров, были чужды обычные отношения между мужчиной и женщиной. Рональд Хейман в своей книге «Гитлер и Гелли» так описал связь между Гитлером и Мюллер после знакомства. После этого он часто встречался с ней, и среди украшений, которые он ей подарил, был бриллиантовый браслет, более ценный, чем любой из его подарков Гелли и Еви Браун. Но требования, которые он ей предъявлял, были так же неприятны ей, как и Гелли. Например, однажды вечером в канцелярии он начал с того, что подробно рассказал о методах пыток гестапо, сравнив их со средневековыми методами. После того, как они оба разделись, он лег на пол, умоляя ее ударить его и пнуть. Позднее Рената рассказала подруге, что ей все-таки пришлось попинать Гитлера, после чего тот успокоился, влюбленные выпили вина, а затем девушку проводили домой. Существует даже версия, будто Гитлер с Ренатой обручился, однако никаких подтверждений тому не обнаружено. Подобные, достаточно извращенные отношения девушку сильно тяготили. Она стала злоупотреблять алкоголем. Со временем Мюллер постепенно пристрастилась к наркотикам. И, как уже упоминалось, знакомство с фюрером никак не помогло карьере Мюллер. Ее звезда стремительно закатывалась. Впав в депрессию, Мюллер все чаще и чаще находила забвение в наркотическом бреду. Несколько раз она попыталась добиться приема у Гитлера, но безрезультатно. Вскоре по решению властей, девушка была отправлена на лечение в санаторий, в котором, собственно, и закончилась ее жизнь. Кейт Хаст в книге «Нацистские женщины», к слову, упомянула о попытке добиться у Гитлера аудиенции. Когда ее карьера рухнула, она пристрастилась к Морфию и была отправлена в санаторий. Попросив разрешение встретиться с Гитлером в 1937 году, но получив отказ, она вернулась в санаторий. Что произошло позднее в санатории, доподлинно неизвестно. Есть только один факт. 1 октября 1937 года Рената Мюллер погибла, выпав из окна. Причин ее смерти существует несколько. Первая. Ей была сообщена воля фюрера, и девушка просто понимала, что выбора у нее нет. То есть покончила с собой по приказу Гитлера. Вторая версия. В тот день в санаторий прибыли агенты гестапо, которые и выбросили Мюллер из окна. Правда, эта версия основывается лишь на показаниях некоторых очевидцев, которые видели, как в отель, где жила Рената, вошли несколько мужчин в кожаных плащах. То есть далеко не факт, что они вообще шли к самой Мюллер, как и то, что они были агентами гестапо. Существует и третья версия. Банальная неосторожность. Накачавшись в очередной раз спиртным или наркотиками, Рената Мюллер, сидя на подоконнике, потеряла равновесие, не удержалась и рухнула вниз. Об этом же говорила и лучшая подруга Ренаты, актриса Сибила Щуц. Это был несчастный случай. Просто непьющая Рената ненароком выпила, опьянела, вот и... Правда, уверение в том, что Мюллер была на тот момент непьющей, выглядит достаточно странно, учитывая, что в санаторий Рената была отправлена как раз для лечения от зависимости. Как бы то ни было, без вмешательства верхушки Рейха трагедия не обошлась даже косвенно. Ведь даже пребывание в одной постели с Гитлером самой Ренате не дало ничего, кроме сильного психологического потрясения и депрессии. Косвенно на виновность самого Гитлера в смерти указывается два факта. Как правило, все его любовницы уходили из жизни достаточно быстро и при странных обстоятельствах. Если смотреть на случай Ренаты, то она еще отделалась достаточно легко. Некоторые пассии фюрера были обнаружены застреленными и предварительно изнасилованными. Некоторые стрелялись сами, либо принимали яд. Сложно представить, что двигало этими девушками, но возможно, и второе, после похорон Ренаты Мюллер по Берлину стали распространяться достаточно неприглядные слухи о ней. Подобное могло произойти только по личному приказу Геббельса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова